Муссолини и Сталин Муссолини, которые примыслили нет, были конкретные приговоры, были неконкретные убийства. Так же, как и при Муссолини тоже были неправосудные действия. Девять официальных приговоров, конечно, было больше. Но я увидел в эту публикацию, оставил комментарий, что разница была в том, что Сталин истреблял русский народ, коренное население, русское большинство. Но Муссолини уничтожал как раз таких, как Сталин. И в этом смысле поэтому его поддерживали. А Сталина поддерживал, конечно, нерусь, враги нашего Отечества. И сейчас те, кто его поддерживает, несомненно, являются врагами. Распространяют клевету на Россию и прославляют живодера-убийцу Сталина. Но потом там, под этим рисунком, началась дискуссия. Я увидел, как действуют современные сетевые бойцы. И вот одна дама. Я сначала, честно говоря, подумал, что это какой-то Укр, упоротый, пишет. Понятно, что там есть специальная задача. Но нет, потом я внимательно прочитал уже, я написал автору, что если он не уничтожает эти мерзости, которые там пишет эта дама, то мне с ним вообще не по пути. Я больше его знать не знаю. Все, вышел из этого диалога. Но мне почему-то все равно приходят уведомления о том, что там еще что-то напубликовали. Но я решил посмотреть, что же там понаписала эта, как ее там назвали, Вера Бромберг из Израиля, как она сама признается. Я посмотрел внимательно и все-таки убедился, что нет, это не фейковая личность. Там ненависть к русским вполне четко выражена. И я сделал выписки, хотел бы их просто прочесть для того, чтобы вы понимали, каково отношение к русским, бывших российских евреев. Не всех, конечно, но некоторая часть до такой степени ненавидит Россию русских, которую вы увидите в цитатах. Но параллельно я еще как-то попалась мне ссылка, я прочел еще одного русофоба, который разоблачал антисемитов. Вот вы антисемиты, там вас, вот как он пишет, вы приводите цитаты из Талмуда, которые все на самом деле неправильные. Нет, оказывается, в Талмуде этих цитат. Ну, автор умалчивает, что редакций Талмуда множество. И, конечно, на русском языке никогда не публиковался Талмуд, в котором есть такие утверждения, которые, ну, просто преследовались по закону. В Российской империи вы не могли бы издать Талмуд, поскольку там есть антихристианские высказывания. Поэтому издавали разные редакции Талмуда. И в Европе то же самое. И вот вся эта мерзость и низость, направленная против христиан, передавалась устно. Но сохранились в древних изданиях Талмуда, сохранились эти цитаты. Они специалистами еще там в XIX веке были выписаны, потом публиковались неоднократно. И европейские, и русские исследователи Талмуда приводят эти цитаты. Автор там тоже отдельную специальную статью огромную написал, где перечисляет, он явно не читал Талмуд. Кто-то ему расписал все это дело, что вот этой цитаты нет, этой цитаты нет, этой цитаты нет. Он не ссылается, в каком месте нет. Но это ладно. Допустим, он говорит, ну вообще-то Талмуд это глубокая древность, это комментарии. Там разобраться, в общем, здравому и вменяемому человеку невозможно. Поэтому читайте Шолхана Рух. Вот это, пишет он, и есть современное мировоззрение еврея. Мало того, что он Талмуд не читал и даже не знает, когда он создан. Он, например, пишет, что Талмуд раньше Библии создан. Ну, ребята, Талмуд создан в третьем веке нашей эры. В третьем веке нашей эры. Библия, Ветхий Завет гораздо раньше появилась. И Новый Завет раньше появился. То есть, сказания евангелистов появились, естественно, раньше. А Талмуд именно в писанном виде были устные комментарии, были, может быть, отдельные сочинения. А именно, как Талмуд, Третий век. И ничего уж с этим не поделаешь. Ложь. То есть, человек не читал Талмуда. Ну, честно признаюсь, я тоже не читал и не собираюсь этого делать. Я верю тем авторам, исследователям, которым можно верить. И есть такие достойные люди, которые изучали Талмуд-специалисты по Талмуду. Прежде всего, Российской империи. Человек не читал Шулхана Рух. И говорит, что не знает, когда был создан Талмуд. И не читал Шулхана Рух. Иначе он бы такие рискованные выражения не высказывал. Потому что Шулхана Рухи антихристианские высказывали просто жуткие. Просто жуткие. И не надо никакого Талмуда читать Шулхана Рух. Ну, зачем читать все? Тоже есть исследователи, которые все эти цитаты выписали. И было известное письмо депутатов Государственной Думы в прокуратуру. Где все эти цитаты приводились. Но эти уродцы, извините за выражение, которые у нас заправляют СМИ. Они зацепились за слово «все». Требования ликвидируют все еврейские организации, которые пользуются этой книгой как основополагающей. Вот что там было. Ну, зацепились за слово «все». Ах, вы хотите, ах, вы нацисты, фашисты, антисемиты и так далее. Вы хотите, чтобы резали в синагогах. Тут, конечно же, удачно так получилось. Почему-то молодой человек в смутном сознании оказался в синагоге. Размахивал ножом. В результате порезал больше всего самого себя. И вот 25 лет ему присудили. Я не помню. Сначала 10, потом еще 8. В общем, жуткий какой-то срок присудили. И все это как бы. А вот вы хотите, чтобы именно было вот так. А они хотят, чтобы было так, как в шелха на руки. А цитаты там были, выписаны все. Никто их не опровергал. Вот именно так и написано. Так что автор не знает. И он говорит, что вот все сводится к тому, что это как бы мировоззрение антисемитов. Он считает, что евреи считают себя высшей расой, а представители других народов, то есть гоев, животными. Доблестью для всякого еврея считается обманывать гоев, наживаться на них и даже красть у них. Строго запрещено оказывать помощь Гою, даже если это вопрос жизни и смерти. Настоящий еврей ненавидит христиан, считая их худшими из идолопоклонников и всячески высказывает им свое презрение. Вот четыре позиции антисемита по мнению вот этого якобы интеллектуала, публициста, который опровергает весь антисемитизм. Якобы он весь основан на лжи. А теперь вот Вера Бромберг, что пишет, я просто минимум комментариев буду давать, потому что там тоже ложь, как всегда. Но чтобы вы некоторые самые мерзостные цитаты с матом и так далее, я убираю. Написано все это по-русски. Вот слушайте, слушайте. Это вот свеженькое. Прямо вот сейчас было с жаром. Вы от Гитлера и Геббельса недалеко ушли. И антисемитская, нацистская пропаганда глубоко засела в ваши пустые головы. Это по поводу того, что ленинцы были евреями. Ну, у нас не было на нашей территории нацистской пропаганды. Никакой. Ну, не было. Это у немцев было. Поэтому ложь. Большевизм – это теория и идеология Ленина. Причем здесь евреи, пишет эта дама. Когда в царской России возник большевизм, евреи в это время массово гибли в еврейских погромах. Массово – это сколько? Один, два. Это у них тоже массово всегда. Большевизм в то же время вобрал в себя элементы идеологии и практики русских революционеров второй половины XIX века. Нечаев, Ткачев, Чернышевский. Большевизм вобрал. Повторы там сплошь идут. Не хватает аргументов. Берется целый абзац и вставляется. Они все заготовлены заранее. И выпуливаются прямо одни и те же картиночки заготовленные, цитатки. И все это вот таким потоком идет, нескончаемым. Якобы это какое-то преимущество будет давать. Следуя идеям Кауцкого и Плеханова. Кто был вперед, кто потом. Естественно, эта дама не знает. Она историю не учила. Хотя сама пишет. Учите историю невежда. Не мне, а в участенном дискуссии. Евреи только поддержали революционные преобразования, чтобы остановить кровавые погромы, которые русские цари не пресекали, а наоборот являлись инициаторами этих погромов. Это ложь идет с тех времен. Вам бы историю изучить, в каком году возник большевизм, в каком году была образована большевистская партия и что первыми революционерами были именно русские, а не евреи. Это ложь, потому что целиком весь первый съезд РЗД РП состоял из одних евреев. Начиная с русских декабристов. Якобы декабристы – это евреи. Какое они имели отношение? Декабристы – это пучисты. Причем здесь евреи? А евреи уже присоединились к большевикам намного позже, чтобы остановить еврейские погромы и антисемитизм в России. Это тоже вранье. Дальше идем. Бунт не этим занимался. Бунт – это была революционная партия, которая влилась в большевистскую. И бунт был по численности больше, чем РЗД РП. Поэтому какая это была партия изначально, мы знаем точно. Евреи, большевики себя евреями никогда не считали. Это ложь. Не будем дальше комментировать. И корень зла ищите в своем антисемитизме. Именно в этом была причина. Всему евреи пошли за большевиками. Цитата из еврейской википедии. В царской России евреи были угнетаемым национальным меньшинством. Антисемитизм был государственной политикой. Дискриминации и массы погрома привели к тому, что существенная часть евреев поддержала революционные преобразования после Февральской революции 1917 года. Евреи были уравнены в правах. С прочими гражданами во время Гражданской войны вновь сильно пострадали от погромов. Не комментирую. Евреи не сами пришли в Россию. Когда царская Россия оккупировала часть Речи Посполитой, то получил сразу 67% евреев. Среди них были врачи, аптекари, адвокаты, ремесленники. Они-то и внесли огромный вклад в культуру и науку России и СССР. А также 30 тысяч евреев воевали в русско-японскую войну, обороняя порт Артур в 1905 году. И даже были герои таких, как Иосиф Трумфельдор. В это время антисемиты и черносутицы устраивали еврейские погромы. Не в это время, а когда были так называемые революционные выступления, которые возглавлялись сплошь по всей стране евреями, вот тогда и были погромы, как ответ русского народа на попытку разрушить страну, уничтожить власть и обеспечить России поражение в русско-японской войне. Еврейские мужчины, вернувшись с войны, обнаружили, слушаем, в своих разрушенных домах, в своих убитых и изнасилованных жен, беременных женщин со споротыми животами и своих растерзанных детей. Абсолютная ложь. Я ни за большевиков, ни за коммунистов, я за справедливость против нацизма, антисемитизма. То есть нацизм, антисемитизм, все в одну кучу, и все это прилипается к нам, как увидите дальше. В России вечно во всех бедах виноваты жиды, пишет дама еврейка из Израиля. Ничему вас, черносотенцев, нацистов и антисемитов, истории не учат. Если в России так актуальна сейчас антисемитская гибель с пропагандой, в которой начался холокост в Германии, то Россия захочет точно так же, как в Третий Рейх. Про сталинский антисемитизм не надо мне рассказывать. Сталин и Гитлер организовали холокост в 1939 году, и Сталин продолжил этот холокост еще после войны в 1948-1953 год. Сталин в 1948 году уничтожил весь еврейский антифашистский комитет. Сколько там было человек, интересно, который внес огромный вклад в победу над фашизмом. Ну, евреи победили фашизм, да, это уж однозначно, и продолжают побеждать. По приказу Сталина чекисты зверски убили Соломона Михайлса. Это понятно. С 1952 по 1953 год Сталин репрессил и расстрелял еврейских врачей, академиков и профессоров. В 1953 году Сталин начал репрессии и расстрелы еврейских врачей, уничтожив всю еврейскую интеллигенцию СССР. Точно все, откуда тогда евреи остались. И если бы этот усатый ублюдок не сдох, то этапировал бы всех евреев в Сибирь, наверное, в гибель, в вагонах для скота, как это делали нацисты. Списки, эшелоны были уже готовы. Откуда информация? Тоже анекдоты наших времен. А самых выдающихся евреев Сталин собирался повесить на Красной площади. Да, вот такие анекдоты. И если бы не СССР и Сталин, то не было бы Второй мировой войны и Холокоста, не было бы уничтожения евреев Сталина. Антисемитизм в СССР был такой, что совок напоминал Германию 30-40-х годов. Сталин не лучше Гитлера, два сапога пара, СССР воспитал нацизм, а Россия его унаследовала. НКВД и Гестапо сотрудничали, проводили совместные чистки, уничтожили совместно 6 тысяч евреев-беженцев, которых русские якобы спасали. И НКВД обучило пыткам гестаповцев. Гестапо плюс НКВД – совместные мероприятия чекистов с нацистами. Ну и, конечно, в окружении Ленина были одни евреи – Бухарин, Дебенко, Каюров и так далее. Были, ну, как будто их там не было, пишет так. Среди сталинских палачей-рекордсменов нет ни одного еврея. Среди них есть настоящий рекордсмен и русский генерал Василий Блохин лично расстрелял 20 тысяч человек. Лично расстрелял женщины, пишет именно так. А Швондер – это евреи. Тогда поинтересуйтесь, откуда Михаил Булгаков взял это прозвище Швондер. Ну, мне не удалось найти, откуда он это взял. Вообще-то еврейская фамилия. Вполне есть гипотеза, что все персонажи собачьего сердца списаны с верхушки советской власти. Якобы Швондер – это Каменев, Брументаль – это Троцкий, Преображенский – это Ленин. Ну, это полная чепуха, надо сказать. Организаторы расстрела царской семьи – Беловородов, Голощокин, Мрачковский. А где же Юровский, Войков, Свердлов? Ну, такая вот аберрация сознания. У Ленина никогда не было никаких еврейских корней. Это миф антисемитов. Во-вторых, Ленин никогда не был марксистом. У него была своя идеология большевистская. В советской России был ленинизм, а не марксизм. Моисей Мердыхай Леви – это отец Карла Маркса и никакого отношения к Ленину не имеет. Нет ни одного историка, тем более в Израиле, который бы утверждал о еврейских корнях Ленина. Это миф распространяет только антисемиты. Но Ленин себя считал марксистами, и все большевики считали себя марксистами. Ну, здесь иное мнение. Грузины, Сталины, Берии гоноваты в массовых репрессиях и гибели миллионов, но никто не обвиняет грузинский народ. Вот, что у нас, что-то по-другому, как-то по-другому? То есть мы преступников народами считаем, что ли? Или все-таки конкретно предъявляем претензии к конкретным лицам? Поляк Дзержинский начал красный террор, но никто не обвиняет поляков. Да, и что? Русский Василий Блохин лично повтор опять расстрелял 20 тысяч человек, и никто не обвиняет русских. Вот сейчас это дам будет обвинять. Калмык Ленин начал революцию, конечно, он никакой не калмык, но все винят в этом Троцкого. Троцкий децимации не проводил в Красной Армии, не расстреливал каждого десятого. Это и есть антисемитизм русских в России. То есть, историческая правда, это и есть антисемитизм. Я же не отрицаю, что Троцкий был еврей, а также и Года Ежов. Но революцию совершили не евреи, как вы здесь пытаетесь доказать. Еще раз повторяю, научитесь искать корень зла в себе, а не винить во всем евреев, которые в России всегда были самым угнетаемым меньшинством. Это тоже ложь. Россия в обход договора о запрещении ядерного оружия, это отдельная тема, в Иране помогает наращивать ядерную мощь террористическому государству Ирану. Россия всех террористов Ближнего Востока поддерживает и вооружает. В интересах экспорта российской нефти Россия десятилетиями разжигает и подливает масло в огонь абсолютно во все конфликты на Ближнем Востоке. Каждый конфликт дает толчок росту цен, это явно откуда-то выписанная цитата. На чем Россия и зарабатывает, именно поэтому Россия всегда за даром заваливает самые одиозные и агрессивные страны на Ближнем Востоке горами советского и российского оружия. Кроме того, именно поэтому Россия поддерживает террористов и заводит в тупик любые урегулирования конфликтов. ИГИЛ, совместный проект спецслужб Ирана и России, В 1967 году глава КГБ Андропов создал исламский терроризм на Ближнем Востоке. Москва, Лубянка, штаб-квартира Ближневосточного мирового террора, где придумали захватывать самолеты и убивать евреев вдали от Израиля. Мы, оказывается, думаем только о евреях, как бы их уничтожить. Это русское свойство. Евреи во власти и при антисемитизме в СССР, и в России, да не смешите. Если бы вами управляли евреи, вы бы жили как в скандинавских странах, там, где евреи, там прогресс и процветание. А вы потому и живете, вот уже пошло. Вы потому и живете в дерьме, что вами правят русские шариковы. Вам бы лучше посчитать, сколько русских уничтожили евреев, еврейских погромов в Российской империи и в Холокосте. Пособничая нацистам на оккупированных территориях, и сколько русские чекисты Виктор Абакумов, Александр Хват, Василий Блохин, Сергей Гольцов, Николай Бухарин, причем Бухарин вообще, и Лаврентий Якушев и другие, уничтожили не только евреев, но и русских, украинцев, белорусов, иных. Ну, конечно, нацист безмозглый, во всем виноватые жиды. А кто же еще? Не себя же вам винить. Поэтому ваш Пятый рейх – Россия, империя зла, закончит точно так же, как и Третий рейх. «Израиль всего лишь за 70 лет без природных ресурсов, на песке, без воды, стал водной державой, страной нанотехнологий и стартапов, и дал миру 69 изобретений, вот ровно так 69, которые изменили мир, а Россия более 100 лет в дерьме, с такими богатыми природными ресурсами, и все вам, евреи, жить мешают». «Вы о Троцком? Он, по-твоему, один совершил революцию?» «Вообще-то даже это не его заслуга, а Ленина и Дзержинского, а они точно не евреи. Самое главное, сколько русских дебилов за ними пошли. Неужели русские настолько тупые, ведомые, что вам вечно евреи управляют и ведут куда-то за собой? Сами-то вы на что-то способны. Если бы не было евреев, то вы бы их выдумали, чтобы обвинить в своих неудачах. В Атнике вы должны усвоить одну простую вещь. Если во всем виноваты жиды, то ваш Пятый рейх, Россия, значит, закончить точно так же, как Третий рейх, где именно с этой пропагандой начался Холокост. Четвертый рейх – это СССР, который также развалился из-за антисемитизма, нацизма, агрессии, санкций. Такая же точная участь будет у России. Не пройдет и двух лет. СССР взрастил и воспитал нацизм и фашизм, а Россия все это унаследовала. У вас в Раше полно денег от продаж природных ресурсов, нефти и газа. И что же вы до сих пор нищие в дерьме живете? Ни дорог нормальных, ни больниц, кругом разруха. Да еще в Израиле картофель и морковь закупаете, а также беспилотники, медикаменты, медоборудование. И даже снег на Олимпиаду в Сочи был из Израиля. Можете поверить в это? В отличие от Раши в Израиле самый главный ресурс это мозги и никаких денег. Мы от Георопы и от Америкосов не видели. Это воронье, конечно. Неоколониализм арабов в Израиле. Израиль единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. И арабские партии присутствуют в кнести Израиля, за которые голосуют арабы с израильским гражданством. В Израиле два государственных языка, еврей и арабский. А ты просто дремочий пей, ничего не знающий об Израиле. Ну да, мы не знаем, как демократичный Израиль ввел войны, захватывал чужие земли и так далее. Как он образовался с помощью того же Сталина, которого здесь приложили. В общем-то. В израильское образование еврейские мозги не нужны к положению. Идиот. Это она какой-то полемики. И дальше цитаты. После французского эмбарго 1967 года на поставки оружия Израиль был вынужден начать развивать собственную военную промышленность, сосредоточившись на разработке технологического преимущества над своими соседями. Некоторые из военных фирм начали искать и развивать гражданское применение военной техники. В 70-х годах появилось много коммерческих инноваций. Часть из них была основана на военных разработках, например, системы цифровой печати. Но это тоже вранье, потому что атомная бомба-то откуда у вас атомное оружие и все эти технологии. Все это Америка передала, все эти военные технологии. Более 50 лет местный спрос подпитывал израильскую промышленную экспансию, так как население страны быстро росло, уровень жизни повышался. В последнее время мировой спрос на израильские передовые технологии, программное обеспечение, электронику и другое современное оборудование стимулировало промышленный рост и так далее. Не буду дальше читать. Выписка откуда-то «Не суди по себе, быдло безграмотное, необразованное, зомбированное, антисионистской, кремлевско-фашистской пропагандой. Вам, дебилам, со времен Совка внушают ненависть к Европе и США, ненависть к Израилю и сионистам. Вы не люди, а стадо баранов. Ксенофобия, великорусский шовинизм, антисемитизм, нацизм – это ваша жизненная форма существования, злостные амебы». Если бы не евреи и рашистский ублюдок, то не было бы у вас в Раше атомной бомбы, без которой вашу империю зла уже давно стерли бы с лица земли. Без евреев не было бы у вас системы ПВО и легендарных «Катюш» и «Гагарин не полетел бы в космос». Не было бы кинематографии, даже популярные русские песни, написанные евреями. И женились вы под марш евреям Мендельсона. Без евреев вы бы все передохли от болезней, чумы, холеры, оспы, полимелита и сифилиса. Как почитаешь о вкладе евреев в советскую и российскую культуру и науку, что бы вы русские шариковы вообще без евреев делали? Куда бы мы подевались, не знаю. 40% нобелевских лауреатов евреев дали миру научное открытие и изобретение. Спасли мир от страшных болезней, чумы, холеры, черные оспы, сифилиса, полимелиты и менингиты. Внесли огромный вклад в советский и американский космос. А также, а что дали вы, кроме войн и террора? И дальше такие врезочки специально, еще раз подчеркну. Это русофобская мерзость. Но вы должны знать, что она есть, и она потоком льется из определенных источников. У русских есть пословица «хорошо там, где нас нет». И ведь не поспоришь, там, где их нет, действительно хорошо. А знаете ли вы страны, где с приходом русских стало жить лучше? Нет. Но я знаю страны, где с уходом русских жить стало лучше. Чехия, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша. Дедушка, меня в школе обзывают жидовской мордой. Потерпи, ты будешь жидовской мордой еще и в университете, в аспирантуре. Зато, когда ты получишь Нобелевскую премию, тебя назовут великим русским ученым. То есть, великие русские ученые и все непременно евреи. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. Рождаться в еврейских семьях имели неосторожность многие великие русские ученые, писатели, художники и композиторы. Левитан был не просто евреем, он был еще и иудеем. Но в процессе своего творчества и осмысления этого творчества он иудеем быть перестал. По роду евреем он, конечно, остался, а по мировоззрению быть перестал. И действительно он стал великим русским художником, а не еврейским. В еврейской культуре, еврейской живописи он не имеет ровного счетом никакого отношения. Это русская художественная школа. Он здесь учился, поэтому да, еврей Левитан, великий русский художник. И случалось это с российскими евреями неоднократно. А вот вся эта шваль, которая из Израиля нам вот эти мерзости пишет, конечно, никакими лауреатами, академиками не станет, а стала эта шваль только русофобами. Вот еще картинка. Здесь, значит, такой небритый мужик с бычком в зубах отправляет большую нужду прямо на тротуаре. И написано «Я русский, где я, там Россия». Вот другая картинка. Написано «Генофонд – главное богатство России». И портреты бомжей такие, уродливые морды. Дальше реконструкция неандертальцев. И два неандертальца. Один другому говорит «Папа, почему нас называют смерды? Терпи, сынок, скоро мы будем русскими». Это что бы так жизнь медом не казалась. Ничему вас, черносотецов, нацистов и антисемитов, история не учит. Если в России так актуальна сейчас антисемитская гибель с пропагандой, с которой начинался Холокост в Германии, то Россия закончится точно так же, как Третий Рейх. Полное повторение абзаца, еще раз. Когда полностью отмороженные антисемиты, ненавидящие всех и вся, хотят обвинить своих бедных евреев, понимая, что сегодня во власти их нет, а мы знаем, что есть, то начинают с умным видом рассказывать о том, что фамилия папы Путина, Зильберштейн, ну вообще-то говорят, что фамилия мамы Шоломова, и мамы Медвеньева Шнеперсон, ну вроде как там Мендель говорят. Это, правда, слухи, но врут, наверное. То, что Ленин был якобы еврей, хотя фамилия Бланк вовсе не еврейская, она еврейская, и что окружение Ленина было 95% еврейским, так оно и было. «Вам, ублюдкам, так жить легче, ведь если в Кране нет воды, значит выпили жиды, а дали свет и дали воду, спасибо русскому народу». Дальше цитаты пошли. Философ Владимир Соловьев, о котором сейчас мало знают, но в силу того, что он не вполне русский философ, такой либеральствующий, ну некоторым он нравится, не знаю, я почитал и бросил, чужой для меня человек. Он пишет, русский народ находится в крайне печальном состоянии, он болен, разорен, деморализован. Ну, это можно и по современности сказать. И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия, манией вражды ко всему всех и каждого. Это как раз большевистский уровень. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все садиседии его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него, перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей. Ну, на самом деле, все вот ровно так и есть. Вот сейчас абсолютно так и есть. Конечно, русский народ и в плачевном состоянии, и его все обижают. Это реально так, вплоть до своих собственных коммунистических и либералистических правителей. То есть, цитату можно поддержать, важно, как ее воспринимать. Русофоб воспринимает определенным способом. Дальше, значит, Алексей Константинович Толстой в письме указывается прямо источник, тоже откуда-то списано. Я не горжусь, что я русский. Я покоряюсь этому положению, и когда я думаю о корсете нашей истории, до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорные, чем сами монголы, мне хочется бросаться на землю, кататься в отчаянии от того, что мы сделали. В порыве какого-то самобичевания русский человек до такого может дойти. Есть еще все остальное творчество. Ну, вот цитата вырвана. А вы знаете, кто такой Алексей Константинович Толстой? Автор этих строк знает ли? Или тот, кто слушает мой ролик. Иван Тургенев написал, если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве. И Тургенев написал гораздо больше, чем вот эта одна строчка, гораздо больше. Хотя тоже он был либеральствующий, но все-таки он любил Россию и, конечно, болел за Россию, в этом нет никакого сомнения. И то, что вот это он написал в состоянии волнения, это его ошибка. А для русофоба это источник. Нет, но в мире мельче, сволочнее, это уже Солженицын, сволочнее хамовить и особи, чем Кацап. Только Кацап, кстати, да? Да? Рожденный в нацистской стране, вскорбленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет человеком. У его страны нет друзей, либо халуи, либо враги. Его страна способна угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Россия и рядовой Кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину, Кацап это звери лютые, кровожадные, но смертные. То есть, так в конце намек, да перебить бы их всех. Это строчка как раз к тем, кто внедряет Солженицына в школьную программу по литературе. Русский народ, это Иван Шмелев, философ. Русский народ, который ненавидит волю, обжестляет радство, любит оково в своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты. Грязный физически и морально, столетиями живет в темноте, бракобесий, пальцем не пошевелит к чему-либо человеческому, но готовый всегда не волить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества. Ну, всякие были в семье, не без урода. Ну, я не случайно Шмелева не читал, и не читаю, и не собираюсь читать. Если бы, ну, там тоже, понимаете, русские по роду, сейчас огромное количество людей, которые вроде по роду русские, а на деле совершеннейшие неруси и русофобы. Вся коммунистическая комарилия нынешних времен это абсолютные русофобы. Все сталинисты, русофобы, стопроцентные. Если бы не было евреев, то не было бы цивилизации. Вы до сих пор жрали бы лаптями. От этого все ваши беды. Именно этого вы нам простить не можете. А вместе с этим еще и то, что вам приходится ноги еврею и Иисусу лобызать. Ну, это, извините, жидовская клевета на Бога нашего Иисуса Христа. И на колени перед евреями, апостолами падать. У вас очень большие проблемы, а изменить ничего не можете. Вот и беситесь от бессилия и безысходности. Русские, не только русские, были пособниками нацистов, служили полицаями. Русские коллаборационисты служили в зондерокомандах СС. Этого не было. Русские и донские казаки расстреляли 27 тысяч евреев в Ростове-на-Дону, в Змеевой Балке. Этого не было. Я уже не говорю о русских сталинских палачах, среди которых были палачи-рекордсмены. Опять про Василия Блохина, который лично, по 200 человек в день, лично расстреливал. Верит в это все, что это возможно. Еще один советский палач Гарин, около 400 лично расстрелянных. Это возможно. Весной 1938 года, только за весну 1938 года, 400 человек вранье. Главный исполнитель расстрелов советского этапа, русский Матвеев. Русский палач Радевский, расстрелял около 300 человек. Ну, профессия палача, вообще-то, требует лично расстреливать. Как раз, повторяю, нацистский ублюдок, ты эту антисемитскую ложь из кремлевско-фашистских гибель с пропагандой засунь себе в жжжа. И никогда евреи не были хозяевами России, а были всегда угнетаемым большинством вашей фашистской раши. Потом идет опять про царскую Россию. После февральской революции евреи были уравнены в правах, и снова погромы, и так далее. Опять цитаты из еврейской википедии. В 1903 году появился сфальсифицированный документ протоколов сионских мудрецов. Подложенность протоколов была отмечена в печати независимых расследованиях уже вскоре после публикации. И современной науки считается доказанной. В современной науке, я вам точно говорю, эти протоколы абсолютно достоверны. Ну, просто абсолютно достоверны. Никто их не подделывал. Это реально документы или документ одной из сект. Я не говорю, что это то, чем руководствуются все евреи. Вообще, это уже исторический документ, но он абсолютно достоверен. Абсолютно. По факту того, что происходило в России, отчасти и происходит сейчас. И по факту, что это никто не подделывал. И я вот за это ручаюсь. Опять из Тургенева русский есть наибольший наглейший лгун во всем свете. Про кого-то конкретного говорил Тургенев. Конечно, тут подтасовки все время делаются русофобами. Юдафовские установки имперского правительства создали условия, стимулирующие переход евреев в оппозицию, революционную или буржуазную. Антисемитизм. Опять цитата из какого-то писателя Александра Бутенко. Я не знаю, кто это такой. Он свойственен тем, кто сознательно или несознательно считает себя глупее еврея. По умолчанию считает, что с евреем ему конкуренции не выдержать. Евреи для антисемита изначально умнее, опытнее и хитрее. По моей практике евреи гораздо глупее русских. Гораздо глупее. Но власть изменников, вот в чем дело, русские выродки, выруси приводят к власти абсолютно чужих людей. Талмудизированная коммунистическая бюрократия переползла в современную РФ. Россия проклятая страна. Бог от вас давно отвернулся, он не на вашей стороне, поэтому вас наказал, что вы уже более 100 лет в дерьме живете, нищие голодраны, потомки Шарикова, быдло безграмотное, которое не смогло выучить свой родной русский язык, а я, жидовка, грамотнее тебя, русского пишу по-русски, это лишний раз доказывает твою деградацию. Ну, я тут не говорю про сплошные ошибки, запятые не там, вместе, раздельно, якобы грамотная еврейка, ничего не грамотная, кажется, тоже подтверждает мою мысль, ничуть не умнее. Может, не глупее, но какая-то категория глупее, какая-то умнее, трудно установить здесь какие-то градации. это вы ордынцы, потомки татаро-монголов, потомки белой расы, то есть мы вообще к белым даже не относимся, но, оказывается, монголы, современная наука установила, что там вообще ничего нет, даже следов невозможно найти монголоидности в русском генофонде. Ну, а это пишет, что вы вообще татаро-монголы. И картиночка, картиночка, прямо написано, русские пидорасы приписывают свои извращения всем остальным. И показаны тут унизительные фотографии из армейской армейской жизни. Человек, у него на спине было написано русский значит трезвый, теперь заменили последнее слово написали русский значит пидор. На спине на черной майке у человека написано. Это укропропаганда, никаких сомнений нет. Еще картинка, на одной картинке стоят спиной призывники, у них видимо паста и на спине написано «Я люблю Чечню». На соседней картинке стоят израильские военнослужащие, а перед ним явный фотомонтаж мордой в пол, задницами к зрителю, ну видимо арабы так стоят, вот мы как арабов нагнули. На самом деле это где-то вырезано, арабы где-то молились, поэтому в такой позе, а израильтяне где-то там стояли израильские солдаты. И подпись «Теперь ты понимаешь чем русские отличаются от евреев, то есть русские уступают чеченам, мусульманам, а евреи приезжают и порабощают». Вот. Кто-то там в дискуссии цитату Достоевского привел и ответ «Достоевский был антисемит, это все знали. Вы бы еще цитаты Гитлера Геббельса здесь привели в пример. Ну то есть Достоевский, Гитлер, Геббельс это все одно и то же. «Я не смотрю твои руссофашистские видеоролики, тупой нацик. И я, слава богу, в Израиле, дебил. Полы у нас в Израиле моют русские гастарбайтеры из Раши». Вы понимаете, что они и здесь мыли у них полы и они были рады этому унижению. «Все умные евреи от вас давно уехали в Израиль, США, Германию, Канаду. Пока евреи жили в Совке, были хоть какие-то изобретения. Медицина была получше, чем сейчас у вас в Раше. Фильмы неплохие ставились. А как евреи от вас сбежали за кордон, так у вас в Раше уже более 30 лет нет никаких изобретений». «Ты просто тупой нацик, зомбирован антисемитской пропагандой, все то, что ты пишешь, это твоя зависть, это твой комплекс неполноценности перед евреями. Осознаете свою ущербность, ведь самое большое количество норвенских лауреатов среди евреев около 40%, а в России всего 21, из них 11 евреи, а трое русских получили премии не за научные открытия. Даже интернет, в котором ты сидишь тупень и забрал евреи из США, это 49 израильских изобретений, которые изменили мир». 49, вот никак не 70 и не 65. «И еще ублюдок нацистский, не носи джинсы, их создал еврей-предприниматель Леви Страус. Твоих предков Гитлер не уничтожил, они ему служили, сапоги лизали и помогали евреев уничтожать. Мало возбили фашистов и предателей, не добили твоих предков, вот и народился ты нацистский ублюдок, от своей матери шлюхи, которая под фрица легла». Это все о русских говорится. Евреев уничтожали только фашисты, нацисты, русские антисемиты, русские украинские, белорусские, польские, литовские коллаборационисты. СССР взрастил и воспитал нацизм и фашизм, а Россия все это унаследовала. Что Гайдар, что Лекошевой, что Зоя Космодемьянская, другие Павлики Морозовы, отвратительные персонажи, гнусные советской мифологии. Зоя Космодемьянская прославилась только тем, что ее казнили, мучились мученической смертью, молодую девушку. Эти фотографии обошли, можно сказать, весь мир, и поэтому стало известно. Эти, конечно, путинские уроды, вместо того, чтобы именно об этом писать, о мученической кончине, они теперь в героя превращают, там, огромный музей заново, там, отстроили и так далее. Олег Кашевой здесь, причем, вообще не понимает, чем он мерзостен. Гайдар был изувером большевистским, стал хорошим писателем, детским писателем, погиб на войне. То есть, ну, идет, вот вы все, Павлик Морозов, вообще-то, был убит вместе с малолетним братом за то, что указал там прудотряду, где закопано зерно. То есть, вот это вот, ну, просто гнусность какая-то, вот идет, вот просто чернуха такая, человек не знает, чем еще, вот, опоганить русского, русскую жизнь, русский народ, русского человека. Я, в отличие от тебя, бытло безграмотное, в школе хорошо училась. Ну, видно, как училась. Не то, что ты, умственно отсталая, бывшая двоечница, даже свой родной язык выучить не смогла. Да, для них, естественно, русский язык не был родным. Они никакого другого не знали, но родным он для них не был. Поэтому все русское не родное. СССР взрастил, воспитал нацизм, развязал Вторую мировую войну. Сталин и Гитлер организовали Холокост в 39-м году, поэтому СССР и Россия несут ответственность за катастрофу. При Гитлере не могли быть евреи в рейхе. Почитайте расовую теорию Гитлера. Не было такой работы и такой книги. Он избавлялся даже от тех немцев, которые были крещеные, но имели еврейские корни по дедушкам и бабушкам, по прабабушкам и прадедушкам. Не было такого. Немцы Третьего рейха не могли даже жениться или встречаться с еврейками точно так же, как и немки. Ложь не было такого. Еще в 19-м году Гитлер вписал в своем желании полностью устранить евреев из Германии. Евреи сами хотели устраниться из Германии отовсюду и переехать в Палестину. Сионизм назывался это движение и до сих пор называется. И о том, что для выполнения этой задачи потребуются систематические меры. Да, евреи такие меры вместе с нацистским правительством предпринимали и известны эти соглашения, которые были подписаны. В середине 30-х годов ССС начала политику направленную на очистку Германии от евреев после аннексии Австрии в 1938-м, особенно после погромов в «Крустальные ночи» в ноябре 1938-го нацисты стали оказывать на евреев давление, подталкивая их к эмиграции. Ну, они и сами радостно эмигрировали и большинство хотело почему-то не в Палестину а в США, но в США взяли и сократили количество виз, которые они выдавали. Евреи очень сильно грустили по этому поводу. Какая же ты гнусная и подлая нация, русские, вечно у вас кто-то виноват, то же, да то пиндосы, то хохлы, то гейропы, только не вы сами. Все свои преступления, вы свою кровавую историю пытаетесь кинуть на тех, кого вечно угнетали, притесняли, уничтожали. Вся история России – это кровавый террор и угнетение народов. И дальше врезочки такие. Умом Россию не понять, да и не стоит утруждаться, у ней особенная стать, кругом насрать, извините, и не признаться. Это как раз перекладывание с больной головы на здоровую. Понятно, о чем я говорю. Другая врезочка. Где Россия, там войны, где Россия, там слезы, где Россия, там беда без границ. Что же ты, сука, Россия, нарожала убийц? Да? Интересно. Хотя для русской войны известны здесь известные стихотворения Евтушенко. Он, правда, потом стал русофобом и эмигрировал в США. Вот. При советской власти был обласкан, но такой вот определенная свобода у него была. Он написал хорошее стихотворение, и песня была замечательная. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. А здесь продолжение другое. Хотят ли русские войны? Спросили мы у тишины. И вдруг ответила она, где русские, там всегда война. Не комментирую. То есть, у меня, как бы, слов нет. У вас у русских садизм в крови еще начинается со времен Ивана Грозного. Потом повторение цитаты про Соложеницына. Нигде не любят вас русские свиньи. Россия самая паскудная страна. Якобы Даблеот и Мерзкая, якобы Ильин это написал. Ильин патриот, русский националист, монархист. Вот это вот, что это? Мера преданности Родине в доносительстве спецслужбам. Ну, это речь шла о Советской России. И он писал, Советский Союз не Россия, не Россия, а преданность Родине какой? Советской, советско-социалистической. Найважнейшей приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Это писал Максим Горький, но это их, это туда. Русские не народа, а скотина, хам, дикоорда, душегубов и злодеев. Михаил Булгаков. В отчаянии писал человек, в отчаянии. В том числе и в отчаянии наступившем от деятельности вот таких русофобов. Евреи не сами пришли в Россию, когда царская Россия оккупировала, это еще раз повтор. Дебилка Екатерина ввела указ о черте о седлости для евреев, после чего начались еврейские погромы в Российской империи, которые русские цари не пресекали, а даже разжигали ложь, вранье. Да, вы русские сведи и свои преступления на евреев перекладываете. Все погромы были совершены по кровавому навету. Один дебил крикнул бей жидов, спасая Россию, и сотни других дебилов подхватили. 903 год, православная Пасха, крупный погром в Кишиневе, крупный, насколько крупный, когда я изучал этот вопрос, оказалось, это даже не стоит обсуждения, просто виск стоит, как будто там поросенку кончик хвоста отрезали. До сих пор стоит, ну продолжается ложь. Спровоцированный кровавым набетом, близлежащих дубосарок под стрекательскими антисемитскими статьями газеты Бессарабец. Ничего там такого не было, в общем, были пустяки. Дальше врезочки. Беда этой страны в том, что уничтожив и скалечив миллионы человеческих жизней, она ни разу не ответила за свои преступления. Страны вина, не режима, а страны перекладываются на страну и на народ. Мало того, она ни разу не покаялась и этот груз обязательно утянет ее на дно в ад, где ей самое место. То есть это про Россию и русских. В аду вам место, так они пишут. Фотография с дебилами, с нацистскими жестами и надпись «Кто сидит всю жизнь в говне и готовится к войне?» И снизу надпись «Русские». Цитата из Владимира Войновича, тоже русофоб, еще тот. Проблема России в том, что самая безмозглая часть населения составляет абсолютное большинство. Ну, это, можно сказать, так оно и есть на нынешний момент. Советизированная, цифкизированная часть, она и есть дебилизированная. Ну, здесь это в русофобском ключе, то есть это, оказывается, весь народ вот такой. Пьяным народом править легче, это анекдот про Екатерину, якобы она так сказала. Это не оскорбление, а констатация факта. В России 90% дебилов, и ты тоже да кому нужна помойка России. И Гот Метунст, это с нами Бог, мы говорим с нами Бог, это русофобка, говорит, Гот Метунст был написан на пряжках немецких войск с 19 века, и на пряжке ремня вермахта тоже было именно это написано. Как бы мы тогда отождествляемся с нацистами. Наверное, это очень скучно. Мне скучно, но если бы такие вещи говорились лично, то мужчине я бы сломал бы нос, женщине, наверное, бы отвесил бы хлесткую пощечину, или вышвырнул просто, и взял бы аккуратно и вывел из помещения, чтобы не воняло. Я думаю, что это правильное поведение. В сети нужно отказываться от общения с такими людьми, не надо с ними беседовать. Я понимаю, что есть такие мазохисты, которым интересно. Они вываливают свои измышления, им вваливают вот это, и у них такой способ существования больше делать нечего, они занимаются вот этими препирательствами. Но здесь мы видим некую выжимку русофобии. У меня была много уже лет назад переписка с одним якобы интеллектуалом, фамилия Рапопорта распространенная, и вот человек, который считает себя писателем, начал мне писать, я ему отвечать, и там тоже такая в одной из книг я просто привожу список тех претензий к России и к русским, которые являются еврейским стандартом, в том числе там про 2 миллиона изнасиленных немок и там всякие прочие ужасы. Есть такой джентльменский набор в кавычках джентльменов еврейского происхождения. И здесь тоже я привел и хотел бы сохранить, чтобы может быть дополнять и составить такой реестр претензий к России. И каждый раз, когда вы встречаетесь с русофобом, вы видите вот этот набор, из этого набора, здесь явно подобранные специально, чтобы очень быстро выпуливать это прямо в режиме реального времени, сразу там десяток, полтора десятка сообщений с этими уже готовыми русофобскими материалами. И я хотел бы задать вопрос, а у нас где ФСБ там статья 282 возбуждение, нет? Ничего нет? Ничего не будет? Не будет. Потому что ФСБ это их, это их, не наше, не наше. А нам нужна, конечно, русская Россия, без вот этой русофобии, за которую, конечно, надо сажать в тюрьму. Добьемся этого, будет нам слава всем в веках, а если нет, то ни славы, ни истории, ни памяти, в качестве надгробия над Россией будет вот это вот пуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин